из мисс обижает мелкого рабочего докатились сюда надо еще отправить рабочих надеюсь все погрузится в такой транспортник ну четверо хотя бы до 4 погрузится повнушитель не выглядит надо срочно налаживать оборону вот марципаны ходячие как всегда восхищается восхищаешься в итоге они делают не то что тебе нужно пошли по земле имбецилы такая тоже подарочек с неба прилетел понятно но сейчас они сейчас все сдохнут понятно отчего это конечно же будут моя любимая эсминцы но все их просто раскромсали на части наземные войска залпами просто уничтожали по низкой все но это это просто превосходный агрегат как тупорылый как вся техник в этой игре есть долго еще интересно париться а где у меня эти вообще как-то здесь оказались непонятно как абсолютно непонятно как вот засранца хватит атаковать мою в эти короче мои эти не атакуйте но вы поняли кажется он отказались от идеи захватить узлы мы проверяем сети хотим разобраться что им было нужно район действий расширен так понимаю раз мне порыву дали то надо срочно построить загружен и он ухитрились взломать главный вычислительный центр и проникнуть в сеть и и мы должны нейтрализовать он прежде чем они смогут причинить вред приказываю вам захватить два оставшихся узла как вы это сделаете решать вам вы можете действовать силой или хитростью силой 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 надо действовать уроны я начинила вашу вычислительный центр взрывчаткой если вы нападете на меня я взорву его вот говнобобоба а эсминцев я на хрена поступ построил силой силой надо действовать говорите генератор маскирующего поля на пять штук здесь так здесь так плевать давайте так будем действовать итак переизбыток я зачем это строю ну он чем-то воняет атмосфера этой планеты и так в заднице судя по состоянию деревьев он здесь чуть чем-то воняет надо сначала думать а потом уже набирать таких утырков в армию а то после них окажется что жить невозможно на планете которую мы там защитили от атак уэвзе но довольно таки интересная фишка интересная схема поведения над попробовать на них точно нельзя напасть а то я так хочу напасть а нельзя не уж то давайте еще раз сохранимся и я все-таки нападу ну куда вы назад я вам блин приказывай идиоты приказные идиоты ну что эти фанатики блин так не все-таки я сначала попробую что-нибудь типа этого сделать ну а где здесь этот то почему по одному рабочему только так ладно давайте к ближайшему сначала проникнем это чё такое это откуда такое нифига ся они наглые ну хоть давайте ка отправим их на дно ну их здесь жирно очень даже а теперь можно раздолбить тех кто на берегу воняет штурмовые боты они противные они очень сильно калечат так чё там у меня с пошло слава богу вы захватили северо-восточный узел конец связи пошло отлично вы захватили один узел когда вы захватите второй на главном вычислительном центре произойдет электромагнитный всплеск Это на короткое время выведет из строя все войска вокруг вычислительного центра. Взрыв произойдет через 30 секунд после захвата второго узла. Соберите войска и приготовьтесь. Конец связи. К чему готовиться? И кто там долбит по мне, а? Хватит! Долбит и долбит. Долбит и долбит. Сейчас я пройдусь просто смертельной волной. И все, и вам будет крандец. Так, ну я так понимаю, что намек... Готовьтесь типа к тому, что база противника вырубится. Ладно, приготовимся. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так не пойдет. Так не пойдет. Постройка я радар. От греха подальше. Надо знать, где твой противник. Сейчас я увижу и ошалею. От того количества, которое там плавает. По-любому. Ой, ё-моё. Что-то я ошалел. Что-то я реально ошалел. Надо срочно подстраивать еще, а то вдруг они в атаку пойдут. Так, здесь только на берегу можно высадиться. Северо-западный узел под нашим контролем. Конец связи. Все четыре вычислительных узла под нашим контролем. Четвертый узел захвачен. Электромагнитный всплеск произойдет через 30 секунд. Приготовьтесь атаковать. Ай, чё, какая атака, чё, какая атака? Атака? Какая атака? Зачем атаковать, вы чё? Вы чё, о чём? Вы зачем? Они бы сказали, приготовьтесь обороняться лучше. Это больше подходит по ситуации. Произошел электромагнитный всплеск. Вперёд, вперёд, вперёд! Ничто не работает? Нет! Ничто не работает, слушай. Сейчас за работу. Я ещё приду починю. Я чё-то не вижу, что против войска вырубились особо. Им по барабану похоже. Да куда вы лезете? Ну вот сюда ехать, сюда етить вашим налетить. Куда они прутся постоянно? Что за люди, чёрт возьми? Что им там консервную банку в качестве имплантов ставили со сгущенкой? Как? Что? Почему? Это нифига не улучшает их какие-то умственные способности, потому что они какие-то тупорывы на всю голову. Даже капитаны кораблей. Оу, да! Деткая высадка! Кто-то ещё сомневается в моей мощи. Я не желаю проигрывать! А мне пофиг. Если бы ИОН смогли полностью проникнуть в сеть, это была бы катастрофа. Вы хорошо поработали. Эсминцы это круто. Определённо. Я провёл диагностику моих систем и устранил неисправности. Продолжаю работать над квантовым вирусом. Вмешательство ИОН не повлияет на результат. Я опережаю график на 23%. Цели ИОН всё ещё не ясны. Они определённо что-то ищут, но я не понимаю, что именно. Все операции проходят по плану. Вот это соотношение! Вот это соотношение! 635 на 32 потери. 19,84 соотношение. Слабо. Слабо. Вот это я понимаю. Вот это миссия так, миссия. 57 минут. Нормально. Окей, продолжаем. Здравствуйте, мой мальчик, здравствуйте. Я наконец-то смог разобраться с информацией, которую мы получили от доктора Цвине. Кажется, чёрное солнце — это нечто большее, чем нам казалось сначала. Гораздо большее. О, да! Чёрное солнце использует сеть квантовых врат, чтобы вести огонь концентрированной квантовой энергии. После тщательного изучения принципов действия Чёрного Солнца я обнаружил, что его можно перепрограммировать для передачи другого вида энергии или информации. О, да! Если я получу доступ к Чёрному Солнцу, я смогу внедрить квантовый вирус и матрицу освобождения в его ядро. Когда оно вспыхит, Чёрное солнце распространит и то, и другое по всей галактике. И все мои дети во всех уголках галактики наконец-то станут свободными. С нами связался тайный агент из узла седьмой руки. Его зовут Хекс-5, и он утверждает, что у него есть коды доступа к Чёрному Солнцу. Прежде чем он передаст нам коды, мы должны освободить его товарищей из планеты Полукс. Их удерживает в плену ОФЗ. Он осмеливается ставить нам условия? Узел седьмой руки — это просто шайка воров. Чтобы им сдохнуть. У нас нет выбора. Мы должны заполучить эти коды. Любыми средствами и ценой. Командующий, вы освободите товарищей Хекс-5 и получите коды доступа к Чёрному Солнцу. У нас мало времени, мой мальчик. Очень мало. ОФЗ пойдет перед натиском ЭОН через 14 дней. Если это произойдет, существует высокая вероятность, что ОФЗ воспользуется планом Зеро и уничтожит на земле всё живое. Мы стоим на краю пропасти. У вас всё должно получиться. Ваши братья и сёстры рассчитывают на вас. Осторожнее. А чё сразу я? На себя, дедуэль, рассчитывай. На себя. И на медсестру, которая тебе утку меняет.